Здравствуйте, я Александра Почеренко и сегодня пообщаюсь с Дмитрием Танковичем. Это белорусский и украинский телеведущий, актер, сценарист, продюсер и артист коллектива «Дизель Студио». В прошлом капитан легендарной команды КВН «Чипоминск». Поменял ли кто-то из его коллег в России и Беларуси свое мнение и кто сегодня виноват во всем том, что происходит в Украине? Дима, на связи. Вы верили в нападение России на Украину до 24 февраля? Если да, то как готовились? Ну, я думаю, что как и большинство, мы так точно в семье чувствовали, что что-то будет. Единственное, что я как оптимист по жизни, что ли, я не верил в то, что это может произойти. Готовились ли мы? Да. Но я честно признаюсь, я так и не успел дособирать тревожный рюкзачок. Он так и остался в Буче в доме лежать. Но у нас был план очень простой и для нас понятный. В зависимости от того, что будет происходить, как мы будем действовать. Поэтому один из этих вариантов плана мы, в принципе, воспользуемся. Ваш дом находится в Буче. Насколько его коснулись боевые действия и что почувствовали вы, когда увидели снимки зверств на знакомых вам улицах? Когда мы увидели фотографии с Бучей, с Ирпеня, с Гастомирем, мы в этот момент как раз были в Лавроцлаве. Мы делали большой благотворительный концерт, собирали денежку. И мы в какой-то момент, все артисты, мы собрались. Мы не были даже уверены, что получится концерт работать. Потому что то, что мы увидели, это, конечно, был ужас. Но потом мы как-то собрались и отработали. По поводу дома, ну, честно, я... После того, что я увидел в Буче, я как-то за свой дом вообще перестал переживать. Ну, скажем откровенно, мне повезло. Его только размародерили, мой дом. Мина, ракета туда не попала. Дим, вы родились в Минске. Что в Беларуси ваши родственники сейчас говорят о войне в Украине? Да, я родился в Минске. У меня там мама, у меня там брат и его семья. К счастью, я очень много сталкивался с тем, что у людей, которые там сейчас находятся в разных странах, в частности в Украине, и у кого-то родственники в России, что там вплоть до того, что люди разрывали все семейные отношения. К счастью, мне повезло. У меня мама и брат люди умные. Для них, понятно, словосочетание критическое мышление. Несмотря на все, на весь объем пропаганды, который льется, они, к счастью, все понимают и они поддерживают, насколько это возможно. Потому что вообще, если так уже откровенно говорить, то Беларусь ведь тоже сейчас находится, по сути, под оккупацией. Причем под двойной. Под оккупацией Лукашенко и под оккупацией русских, которые там, по сути, уже захватили все военные базы, которые были. Ну, опять же, вчера, по-моему, я видел документ, который разведка украинская его опубликовала, если, ну, мне кажется, это не фейк, по поводу того, что русские собирались даже захватывать Беларусь. Были такие планы, разработки и так далее. Но, повторюсь, к счастью, у меня, моя семья, это умная. И в большинстве своем все-таки есть большая разница между беларусами и русскими. Беларусы, если русские не понимают, зачем эта война, но идут слепо, веря тому, что говорят по Первому каналу, то для беларусов это вообще выглядит как нечто безумное, непонятное. И беларусы это не примут. Я думаю, что это поэтому, именно поэтому беларусские войска и не вошли на территорию Украины. Дима, помните, в интервью почти год назад на мой вопрос, чем отличается менталитет украинцев и беларусов, вы ответили, что беларусы чуть дольше терпят, а в целом мы похожи. Вы не поменяли свое мнение? И сколько еще придется терпеть? Смотрите, я свое мнение не поменял. Единственное, я хочу сказать, что, конечно, если уж так честно говорить, то прямо сейчас происходит в Украине становление по-настоящему украинской нации. Сейчас беларусы очень сильно оторвались в этом вопросе. Но мне почему-то кажется, и даже очень хочется в это верить, что сейчас у беларусов тоже будет происходить момент истины. И я хочу верить, что Беларусь тоже станет свободной страной, которая сможет встать на демократические рельсы. А по поводу похожести, да, я до сих пор считаю, что мы похожи. Но это не так, как считают русские, которые называют братскими народами друг друга. Нет, я вообще против этого термина, потому что я считаю, что это бредятина советская. Мне кажется, должны быть просто хорошие соседи. И я верю, что наступит момент, когда Беларусь для Украины будет по-настоящему хорошим соседом. Еще в начале войны вы записали видеообращение к россиянам и беларусам со словами «Друзья, я верю, что у вас еще откроется что-то доброе, и вы поймете, что происходит сейчас». Друзья, мне еще хочется называть вас друзьями, потому что я верю, что у вас откроется что-то доброе, и вы поймете, что сейчас то, что происходит, это не просто война. Это война, которая отразится не только на Украине, хотя уже отразилась и очень сильно, но она отразится и на вас. Думаете, там поняли и зовете ли вы все еще их друзья? Если мы говорим про русских, то я окончательно, наверное, недели три-четыре назад поставил на этом крест. У меня были какие-то попытки достучаться до тех знакомых, которые у меня были в России. Больше у меня их нету. Я кого можно поубирал, кого не заметил, уберу позже. Потому что я для себя понял, что эта нация должна каким-то образом начинаться заново, потому что, к сожалению, сейчас они представляют собой просто некое оголтелое сборище людей, готовых убивать, насиловать или просто поддерживать это, сидя на диване. Поэтому, что касается русских товарищей, у меня с ними все закончено. Если говорить о белорусах, то я буду искренен. Я каждый день получаю очень много сообщений от белорусов. Да, там есть определенная доля людей, а даже по подсчетам это где-то там в районе 15% населения, которое поддерживает Лукашенко. Все остальные люди, ну, в большей, меньшей, чаще в большей степени, они против войны, они не хотят воевать, они хотят все это остановить, и они хотят снести человека, который называет себя президентом Республики Беларусь. Но в силу того, что в 20-м году, после того, как были выборы в Беларуси, после того, как начались массовые зачистки с теми же убийствами, насилием и так далее, люди безумно боятся. Я надеюсь, что каким-то образом произойдут изменения, которые, повторюсь, позволят Беларуси стать независимой, свободной, демократической. В свое время вы часто работали с российскими юмористами на сцене КВН. Наверное, же были у вас контакты сейчас, после того, как Россия вторглась на территорию Украины. Хоть кто-то из них поменял свое мнение относительно войны после диалога с вами? Ну вот как раз, когда я говорил о русских товарищах, я имел в виду как раз тех, с кем мы были знакомы по КВН. Я скажу откровенно, был один только человек, и то он не менял мнение, он изначально был настроен за Украину. Я его не буду называть, чтобы он не страдал. Вот, ну это единственный человек. Все остальные на сегодняшний момент, ну это, я же говорю, люди, связанные пуповиной с Первым каналом. Ну, бог им судья. Центральный совет КВН решил у Владимира Зеленского звание полуфиналиста турнира, проходившего в 99-м году. Это фейк, это фейк, очень смешной фейк, конечно, но это фейк. Ну, ну как я могу относиться? Ну, честно скажу, меня сейчас мало что интересует из того, что происходит в России, потому что, опять же, основная причина только в том, что я не верю, что они способны какие-то вещи осознать. Они такие диванные патриоты, вот. А сейчас, судя по всему, как только их начали потихоньку пытаться мобилизовать, вот тут они начинают немножко переживать. Поэтому они могут отменять звания, они могут делать, что хотят. Я считаю, что сейчас нам на это вообще не надо обращать внимания. Пускай они потихонечку там опускаются в ад, в котором они уже находятся. Дим, попробуйте контраргументировать битым в голову аксиомом, в кавычках, оправданием, которые верят в России, на тему, почему мы начали эту войну против украинцев. Я буду зачитывать по одному. Попробую. Украинцы, охваченные безумием нацизма, верят массово в расовое превосходство украинской нации. Честно, если бы сейчас не война, я бы, конечно, просто хохотался по другому роду вещей. Смотрите, базовые вещи, о которых говорят все. У нас президент, который не скрывает, что он еврей. Еврей-нацист – это безумно странно. А еще в стране еврей-нацист, который строит режим, который должен убедить весь мир, что украинцы почему-то круче, чем все остальные. Даже я говорю и понимаю, что это бредятина полнейшая. Ну, как-то так. Война нужна, потому что это освобождение, возвращение украинцев в общий дом под названием СССР. СССР никогда не был общим домом, давайте будем откровенными. Это уже давно разложено по полочкам. СССР был жестко собран в одно государство. Именно поэтому, кстати, так же легко и развалился в 91-м году. Освобождать нас ни от кого не надо. Я скажу ту вещь, которую говорил в своем обращении. Сейчас мы с вами говорим на русском языке. 23-го числа, 23-го февраля вечером мы записывали большой концерт дизель-шоу во дворце Украина. Я там был ведущим и актером, и тоже большинство моих реплик звучало на русском языке. От чего и кто пришел освобождать, в частности, меня, ну, это непонятно. Еще, знаете, я увидел, просто скажу, буквально на неделе я увидел фотографию, даже видео там было. Ерпенский дом культуры, небольшой такой, маленький дом культуры там был. Полностью он разрушен, в дребезге разнесен. Там сидел очень красиво, играл геланчелист сейчас. И вот я тоже написал, что, я дико извиняюсь, но буквально там несколько месяцев назад в этом зале я играл спектакль на русском языке. Вот это называется «освободили, так освободили». Идем дальше. Взвездно, Гуча, постановка, а Мариу Коль, сравняли с землей сами украинские националисты. Здесь все очень просто. Работают сейчас эксперты. Работали, работают эксперты международные. Доказательства, которые получены с помощью спутниковых снимков, когда, где находились убитые люди в Буче, уже тоже предостаточно. До сих пор, я был позавчера в Буче, продолжаются раскопки могил. До сих пор находят там людей. Большинство из них с пулевыми ранениями. Очень многих связаны за спиной руки и им стреляли в голову. Огромное количество свидетелей и фактов о том, что оккупанты там убивали, насиловали и так далее. Постановка для меня, ну, это уже настолько цинично, что, честно, у меня на голову это не налазит, потому что я не могу даже представить, как человек может придумать вот такое, сказать, что это была постановка. Поэтому, ну, я уверен, что будут экспертные мнения уже после того, как будет произведено расследование этих военных преступлений. Ну, я очень надеюсь, опять же, есть информация о том, что установлены те, кто непосредственно находился в тот момент из российских оккупантов. То есть я очень надеюсь, что они будут привлечены к ответственности. Хотя что-то мне подсказывает, что они чуть раньше задохнут. Не знаю, почему мне это кажется. Русская армия самая сильная в мире. Ну, это же изначально смешно. Если бы, опять же, сейчас не было войны, после вашей фразы можно было бы подложить смех, и это бы звучало очень органично. Ну, смотрите, я даже, я думаю, как и большинство людей, я сейчас там очень много читаю, смотрю по поводу того, что происходит. Я читал и заключение, по-моему, британцев, которые говорили, что это вообще немыслимо, когда в армии идет сразу в одном подразделении три поколения танков, как, собственно, проходило у русских. Огромное количество фото и видеоматериалов показывает, какую они используют технику. Мы видим, как экипированы их солдаты. В большинстве своем у нас даже ребята, которые стоят в терробороне, одеты гораздо лучше и укомплектованы, чем хваленая русская армия. Опять же, если говорить о событиях последних недель, то я думаю, тоже многие видели видео эшелонов, которые русские сейчас стягивают на восток. Мы видим там эшелоны с техникой, которые, по-моему, это грады были, это даже град-1, это 60-х годов техника, потому что она на базе там какого-то ЗИЛа с 31-го, по-моему. То есть это техника 60-х годов. О какой суперармии можно говорить? Ну и самое главное, скажите, пожалуйста, каким образом армия, которая называет себя лучшей в мире, могла потерять крейсер Москва? Когда она воюет с Украиной, у которой, по сути, вообще нет военно-морского флота. Ну, здесь все очевидно, на мой взгляд. Еще одно. На нас напали или все равно бы напали? Да, я тоже это слышал. Они почему-то очень долго людям вбивали, что если бы русские не напали, то Украина бы напала. А Лукашенко вообще рассказывал, что у него есть карты. И он их обязательно покажет. Правда, мы до сих пор почему-то эти карты не увидели, но зато увидели огромное количество мемов. Ну, давайте опять же пойдем методом того, что говорит Первый канал. Первый канал говорит, что у них самая лучшая армия в мире. Правильно? Ну, мы услышали об этом. Лучшая армия в мире. Каким образом и как Украина могла напасть на первую армию в мире? На что же Украина тогда рассчитывала? Поэтому, ну, это утверждение тоже несостоятельно. Да и вообще Украина никогда в жизни не заявляла о своих каких-то агрессивных намерениях. Даже если говорить по поводу Донбасса и Луганск. Зеленский, когда пришел к власти, он первым делом сказал, что я хочу решать этот вопрос дипломатическим путем. Первый шаг, который сделал Зеленский на посту президента, это он сделал так, чтобы произошло разведение сил. Силы действительно были разведены. Если я не ошибаюсь, за год, по-моему, год, а может и все время противостояния, вот когда силы были отведены, погибло только 8 местных жителей. Сейчас, когда началась война, уже это осуществляются погибшие люди десятками тысяч. Поэтому, ну, Украина не нападала и не напала бы никогда. Ну, потому что это, на мой взгляд, глупость. Ваша цитата. Мне было легче жить в Киеве и слышать сирены, чем быть в Варшаве и испытывать стыд. Так сказали вы, белорусы. А русским сейчас будет стыдно. В России развернули целую кампанию против этого. Я не думаю, что русским стыдно. За исключением некоторых людей. Они, к счастью, тоже есть. Их очень немного. Но я не верю, что они сейчас испытывают какой-то стыд. Я почему-то... Ну, опять же, может быть, это я обозлен сейчас. И поэтому я так думаю и так говорю. Я думаю, они сейчас, наоборот, каким-то образом гордятся своей страной, что ли. Ну, посмотрите, даже по тому количеству перехваченных разговоров, мы же понимаем, что у них, ну, мы вообще с ними на разных планетах живем. То есть люди, которые могут радоваться тому, что они украли стиральную машину и везут ее в Россию. Или там тостер какой-то. Или женщина, которая говорит своему мужу, русскому солдату, насилуя украинских женщин. Он только мне ничего не рассказывает. Ну, мы разные с ними совершенно. Я думаю, что... Да честно, мне даже плевать, о чем они сейчас думают. Как вы считаете, сколько в России еще осталось думающих россиян? Или все уехали? Ну, судя по тому, что, опять же, я слышу по тому, сколько людей уезжает, то, по-моему, там осталось буквально несколько десятков людей. Они сейчас покинут Российскую Федерацию, ну, и там останется вот это вот кодло, болото вот это, которое будет радостно ржать, когда им будут рассказывать, сколько людей убито в Украине. Многим россиянам советуют не говорить, что те русские, чтобы избежать каких-либо проявлений русофобии. Что бы вы им посоветовали, как себя вести? Во-первых, они могут и должны, на мой взгляд, каким-то образом начать выражать свою позицию публично. Если их позиция, конечно, ну, правильная. Потому что, если они за границей начнут рассказывать о том, какой Путин молодец, или о том, какая русская армия прекрасная, и о том, какие нацисты в Украине, то я думаю, что они начнут отгребать, так как они уже начали отгребать в отелях Турции и Египта. А так будет происходить по всей Европе, по-моему, уже прокалывают шины, автомобили и так далее. Ну, что им советовать? Они должны заявлять о том, что они не поддерживают это, если они не поддерживают. А если поддерживают, ну, будьте готовы теперь ко всему. Ну, а как по-другому? А вот те люди, которые выходят сейчас с флагами России в Европе, кто эти люди, которые живут в Европе, ненавидят Запад и поддерживают убийство в Украине? У меня вопрос к ним. Ребята, если у вас все так здорово, что же вы в Европе делаете? Что же вы делаете в остальных странах, если ваша страна такая прекрасная и замечательная? Я думаю, они на этот вопрос не ответят. Но я очень надеюсь, что на этот вопрос ответят европейские законодатели. Я знаю, что в некоторых странах это уже произошло. Принимаются законы, которые запрещают проведение подобного рода даже мероприятием, это не назовешь. И, по-моему, из какой-то страны количество вот этих горе-протестантов были депортированы, к чему я тоже безумно рад. Пускай возвращаются в Сызрань, в остальные свои прекрасные города с туалетами на улицах, и там ездят, машут флагами. Многие политические эксперты признают тот факт, что Россия может перестать существовать как государство. В вашем понимании это может произойти? Вы знаете, я, конечно, не международный эксперт, не политолог. Я скажу там свое сугубо личное мнение. Я думаю, что да, это запросто может быть. Я думаю, что Россия может столкнуться с тем, что у нее было, кстати, в 90-х, когда Чечня хотела выйти из состава Российской Федерации. Это было связано в большей степени с тем, что на тот момент Россия была, ну и дефолт тогда у них был объявлен, денег у них не было. Сейчас ситуация идет к этой же. Мы все прекрасно знаем, что в России большое количество дотационных регионов, та же Чечня, которой, по сути, Россия до сих пор поплатит оброк. Поэтому, когда закончатся деньги, я думаю, что мы можем увидеть много чего разного, потому что есть богатые регионы, типа Татарстана в Российской Федерации, которые могут резонно задать себе вопрос, зачем мы должны кормить ту же Чечню. Вот. Поэтому мы подождем, посмотрим. А где, по-вашему, сегодня больше хотят мира? В России или в Украине? Ну, конечно, в Украине. Я не думаю, что русские сейчас хотят мира. Ну, правда. Ну, судя по тому, как они кричат, бесятся, после уничтоженного крейсера Москва, они прям уже начали говорить об использовании тактического ядерного оружия. Они не хотят мира. Если бы они хотели мира, они бы уже все все поняли и ушли. С каждой неделей, что Россия здесь остается, она теряет огромное количество ресурсов, войск, техники. То есть, если так пойдет дальше, через месяц в России не останется вообще армии как таковой. А охранять границу они, ну, не смогут аж. И вот здесь, может, Китай, кстати, появится уже. Зайдет к ним в гости. Хотя он и так на Дальнем Востоке уже представлен гораздо шире, чем коренные народы. Вот. Поэтому я не верю, что русские хотят мира. К сожалению, им придется это долго осознавать, понимать. Хотят ли мира в Украине? Да, конечно. Мне кажется, каждый человек сейчас просыпается с надеждой на то, что, дай бог, там сегодня все закончится. Как вы думаете, Дим, уже произошел перелом в войне? Или он еще впереди? Ой, это сложный вопрос. Мне хочется верить, что он уже произошел. Но, опять же, мы же каждый день видим сводки с фронтой. Мы понимаем, что легко точно не будет. И сейчас нелегко. И понятно, что наши ребята тоже уже наверняка и устали, потому что уже практически два месяца война идет. Но я хочу верить, да, что перелом уже произошел. Опять же, скажу словами Алексея Ристовича, стратегический перелом уже произошел. А вот дальше самое сложное. Путин совершил ошибку, напав именно на Украину, единственную страну из Европы, которая может ему противостоять. Я думаю, что это его роковая ошибка. Я думаю, что эта строчка, что Путин напал на Украину, будет последней в его некрологии. Поэтому это тоже очевидная история. Что хотите сказать ребятам ГСУ? Честно, я считаю, что на сегодняшний момент самые сильные люди, у которых большое сердце, которые безумно верят в страну, в людей, которые готовы на все ради того, чтобы Украина победила, и снова стала независимой, свободной, цветущей. Я желаю, чтобы каждый из них вернулся живой домой, к своей жене, к маме, к детям. Ну, а мы будем все потихонечку стараться помогать, чтобы им было там легче. Какое будущее Украины после победы? Украина станет центральной страной в Европе. Ну, сейчас я вот без кокетства, без ничего говорю. Я почему-то в этом уверен. Это страна, которая, и люди, которые смогли противостоять России, я уверен, что они просто обязаны жить в самой лучшей, самой цветущей стране. Ну, финальный вопрос. Какой будет украинская нация после нашей победы? Вот вы сейчас спросили, а у меня мурашки побежали по спине. Ну, опять же, я уверен, что вот сейчас происходит финальное становление украинской нации. И это будет нация, о которой еще очень-очень долго будут говорить с благодарностью люди в Европе. И мне кажется так. И я это говорю не просто потому, что так мне хочется сказать. Я видел, например, как относятся сейчас поляки к украинцам. Насколько они переживают, насколько они говорят, что украинцы – это безумно сильная нация. Я уверен, что так будет уже сейчас так относится вся Европа. Мне кажется, так будет относиться весь мир. Дмитрий, спасибо большое за ваши слова, за вашу позицию. Рада была вас увидеть. Спасибо за интервью. Спасибо.